Это наша пятая беседа из пяти на тему «Реальный Иисус». Библия говорит нам, что то, что мы читаем в Ветхом Завете, написано нам в наставлении. И почему Ветхий Завет составляет три четверти Библии? Мы говорим о Новом Завете, в котором, мы, как понимаем, Ветхий Завет был отменён, но хотя Ветхий Завет и был отменён, Бог, тем не менее, дал нам три четверти Библии Ветхого Завета. И это для того, чтобы мы, читая, понимали, что исполнилось в Новом Завете. Мы видим, что Ветхий Завет был тенью будущего. И возьмём, например, субботу. Когда мы читаем о субботе в Ветхом Завете, мы видим, какое важное значение Бог придавал в субботе. Человек пошёл собирать дрова для огня и должен был побит камнями за то, что он делал это в субботу. И были обещаны большие благословения тем, которые соблюдали субботу. Это должно иметь какое-то значение в Новом Завете. И мы находим это в Евреям, в 4 главе. Мы читаем там, мы должны войти в покой Божий. Мы должны войти в такую жизнь, которая находится в покое. Мы видим, что эта жизнь, она свободна от напряжения, свободна от суетливости, свободна от заботливости, от такого постоянного самоосуждения. И христианин не должен испытывать этого в своей христианской жизни. Вот что Господь нам говорит через субботу Ветхого Завета. Или другой пример, когда подчёркнуто значение «десятины». Это учит нас, чтобы мы на первое место всегда ставили Бога, а не деньги. И это было целью десятины. И мы можем ещё многие вещи наблюдать в Ветхом Завете. Очень интересно изучать это, что всё это служило к исполнению в Новом Завете. Ещё интересные два момента мы отмечаем и замечаем в Ветхом Завете. Это два больших переселения Божьего народа, народа израильского. И эти переселения описаны детально. Многие христиане знают только об одном из них. Это переселение народа израильского из Египта в Ханаан. Но было ещё одно переселение Божьего народа из Вавилона в Иерусалим. Это было уже в более поздней истории Израиля. И мы знаем, что исход из Египта символизировался пасхальным агнцем, переходом через море, огненным или облачным столпом. И всё это были символы. Мы знаем, что пасхальный агнец символизировал жертву Христа, что Христос умер за наши грехи, как агнец Божий. Переход через море символизировал водное крещение. Крещение не посредством обливания, а посредством погружения в воду. И облако, которое сходило на них с неба, столб облачный, это символизировалось крещение Духом Святым. Они имели два крещения и два символа. Крещение в воде и крещение Духом Святым. Очень многие христиане сегодня имеют только одно крещение. Но нам нужно два. И это не конец христианской жизни. Это только начало путешествия. И крещение Духом Святым — это не нечто такое конечное, что венчает собой христианскую жизнь. Это детский сад в христианстве. И после вы начинаете получать своё образование. Но было ещё одно переселение из Вавилона в Иерусалим. Что оно символизирует собой? Мы знаем, что переселение из Египта символизировало выход из мира. Сам фараон символизировал собою дьявола. Египет символизировал собою мир. И положение рабов, в котором находился народ израильский, оно символизировало рабство греху. И так Господь освободил нас от греха, от мира и от дьявола. Но ещё от чего-то Господь нас освободил. И это представлено в Ветхом Завете переселением из Вавилона в Иерусалим. И это избавление от законнической жизни, от жизни под законом, от фарисейства, от жизни под правилами и постановлениями. Очень многие христиане очень мало знают об этом. И выход из этого Вавилона — это старая система законническая. И мы уже в первый день говорили, что эта система или в этой системе человек ищет своего. И мы читаем в Открытии 17 и 18 глава, что отличительное качество Вавилона, что они очень тесно связаны с деньгами, с богатством. Служение Богу и деньгам, оно перемешано вместе в Вавилоне. Но Иисус чётко разграничивал эти два момента. Вот почему Он изгнал миновщиков денег из храма. Но мы видим сегодня, что эти миновщики обратно сидят в храме. И они продолжают смешивать служение Богу и деньгам сегодня. Мы это видим везде, в любой деноминации. Знаете, любовь к деньгам, она в нашей плоти. Это не нечто внешнее. Если я не освобожусь от этого, то я не могу строить Новый Иерусалим, потому что я продолжаю оставаться частью Вавилонской системы. Даже, может быть, если я вышел из динаминации, из какой-то. Но если я не ищу, чтобы быть свободным, я помню, Господь сказал мне однажды, что битва последних дней — это будет духовная битва. Если мы её не выиграем, то мы ничего не сможем выиграть и на земле. И чтобы выиграть эту битву духовную, вы должны быть духовным человеком. Вы должны быть отделены от всего в этом мире. Это значит, что деньги над вами не имеют власти, слава человеческая не имеет власти над вами, страх перед людьми не имеет над вами власти. И ничего на земле не имеет над вами власти. Вы живёте на земле, но вы не принадлежите к земному. Это подобно кораблю в море. Он окружён водой со всех сторон, но воды абсолютно нет внутри корабля. Вот такой должна быть церковь. И таким должен быть каждый христианин. Если вы такой, небесный человек, то тогда вы можете участвовать в этой битве. Битве против сатаны, и вы можете победить. И вот как Иисус победил. Реальный Иисус, он был подобен этому кораблю в море. Ни капли от этого мира не было в нём. Подобно тому, как израильтяне вышли из Египта, но Египет не вышел из них сразу. Мы видим то же самое случилось, когда израильтяне вышли из Вавилона. Вавилон из них не вышел ещё. Они физически вышли из Вавилона. Но дух Вавилона продолжал оставаться в них, даже когда они были в Иерусалиме. Это видно потому, что когда Бог посылает пророка и говорит им через пророка, что вы вышли из Вавилона, но что вы делаете в Иерусалиме? Вы строите свои дома, а дом Господень в пренебрежении. Вы строите свои дома, а храм Господний не строится. И таким образом эти пророки возбудили наоборот, чтобы они начали строить храм Божий. И это заняло большое время. Но потом ещё один пророк говорит, и этого недостаточно. Должна быть ещё стена, которая отделяла бы нас. Мы не должны быть подобны окружающему нас миру, но должна быть стена, которая окружает и отделяет нас от мира. И они начали строить стену. Выход из Египта был как бы в один момент. Они вышли, египтяне погибли в море. Это было как бы в один момент, в короткий промежуток времени. Точно так же духовное рождение — это не постепенный процесс, но мы получаем духовное рождение в очень короткий период времени. Но выйти из Вавилона — это долгий, постепенный процесс. И я обнаружил это в своей жизни, что выход из этого законнического, подзаконной жизни, он не происходит в один момент. Это процесс. Но он должен быть совершён абсолютно, вполне. Точно так же, как мы совершенно вышли из Египта, мы точно так же совершенно должны выйти и из Вавилона. И самое главное, чтобы Вавилон не оставался в нашем духе. Это самая трудная часть этого. Выйти из какой-то динаминации — это легко. И когда Иисус говорил, Он так же говорил об этих двух избавлениях. Он не только пришёл, чтобы избавить нас от греха, но Он так же пришёл, чтобы избавить нас от власти закона. И Христос не только проповедовал против греха, но Он так же проповедовал и против людей, которые следовали в своей жизни пустым традициям, которые удерживали или препятствовали им повиноваться Слову Божьим. Вы знаете, что фарисеи, наверное, никогда бы Его не убили, если бы Он только проповедовал против греха. Но когда Он начал проповедовать против традиций, они убили Его. И если Вы будете только проповедовать против греха, большинство людей примут Вас, если Вы будете молчать относительно традиций человеческих. Но когда Вы начнёте говорить о традициях, против традиций, которые мы не находим в Слове Божьем, они распнут Вас так или иначе. Это то же самое повторяется и сегодня. То же самое, что мы читаем, что происходило во времена Иисуса, то же самое происходит и сегодня. Потому что Дух Христа полностью противоположен Духу этого мира, и особенно религиозного мира. И самый большой конфликт у Иисуса был с фарисеями. У Него не было конфликта с римлянами, с греками, но именно с фарисеями, с религиозными людьми, и особенно с лидерами. Простой народ принимал его, но лидеры религиозные, они его ненавидели. То же самое мы видим и сегодня в христианском мире. Так много простых людей во всех деноминациях, и в одной крайности, и в другой крайности среди христиан. И эти люди жаждут избавления. Но лидеры, которые держат этих простых людей в повиновении, в рабстве. И в 30 лет моего служения я нашёл, что у меня тоже самый большой конфликт – это с лидерами, не с людьми, не с простыми членами церквей. Люди хотят избавления. Но лидеры, они и сами не хотят избавления, и людям не дают получить его. И конфликт Иисуса продолжается и сегодня. И Иисус также говорил о новом вине и новых мехах. Что это такое? Что такое старое вино? Старое вино – это жизнь в Адаме, жизнь во грехе. Иисус хочет заменить эту старую жизнь новой жизнью, новым вином. Это что? Это жизнь в Иисусе Христе. Вот это и есть значение старого вина и нового вина, старых мехов и новых мехов. Это очень просто. Старая жизнь – это жизнь Адама, старое вино. Новое вино – это жизнь во Христе. И многие люди, которые пили старое, они говорят, нам не нужно новое, старое достаточно хорошее. И это то, что мы слышим сегодня. Многие христиане сидят в христианских церквах, и они не нуждаются в жизни Иисуса и не ищут её. Наша жизнь, их жизнь им кажется вполне достаточной, хорошей. Они пришивают к своему старому плащу заплатку религии, и новые мехи, они должны заменить собою ветхие мехи. Ветхие мехи – это жизнь в законах, в традициях, в правилах, в постановлениях. И многие люди, они вышли из вавилонских систем, но многие характеристики вот этих вавилонских систем всё ещё остались в их жизни. И они судят о других людях по этим признакам. И вот это сильно задерживает их духовный рост. Нам нужно освободиться не только от греха, но нам нужно освободиться от всех этих человеческих традиций, которых мы не видим в Слове Божьем. Иисус сказал, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И он не нуждается ни в каких традициях. Я тоже вышел из одной так называемой христианской церкви, в которой молились и Марии, молились святым, молились мёртвым. Эта церковь очень похожа на римско-католическую церковь. Но когда я начал читать Слово Божье, я решил для себя, что если я буду видеть, что какая-то традиция не основана на Слове Божьем, я не буду её соблюдать, я буду выбрасывать её. Я не буду следовать этой традиции, если даже тысячи людей будут вокруг меня следовать ей. Но я буду следовать только Слову Божьему. И я хочу посоветовать вам, чтобы все эти вещи, которые вы так цените в вашей жизни, вы проверили по Писанию. Если вы не можете найти их в Писании, то дайте остальным окружающим людям свободу. Не заставляйте их выполнять ваши традиции. Пусть они будут отличные от вас. Иначе мы строим культ. Знаете, культы, они основаны на традициях, на каких-то отдельно выбранных из контекста стихах, не связанных с общим смыслом. И многие христианские лидеры обманывают людей сегодня. Они изучают Писание и особенно изучают свои любимые стихи. И это справедливо в любой церкви, что 90-95% сидящих здесь и в наших церквах также не изучают Библию внимательно. И поэтому их очень легко обмануть, когда вы приводите им стихи Писания. Например, знаете ли, что Иисус верил в Eternal Security, спасен однажды, спасен навеки? И я тоже верю в эту доктрину. Мы читаем Евангелие Иоанна, 10 глава. Это слова Иисуса. 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Я спрошу вас, о чём это говорят эти два стиха? Что Иисус нам даёт? Мы читаем 28 стих «Вечную жизнь». Что Он говорит, что с вами ничто не случится? Никогда не случится. Вы никогда не погибнете. Что ещё Он говорит? Что никто не похитит вас из Моей руки. Что ещё больше Он говорит? Что Отец Мой больше Меня, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. И если это не является спасением вечным, то что тогда? Но проблема в том, что оно начинается и в 28 стихе. И это и значит, что перед этими словами что-то сказано. Но многие из проповедников не говорят вам этого. И таким образом обманывают вас, обманывают людей. А оказывается, выше написано, «Овцы Мои слушают Мой голос». «Слушаете ли вы Его голос?» «И Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную». Итак, кто получает эту вечную жизнь, это вечное спасение, это «Eternal security», как говорят сегодня? Те только, которые следуют за Иисусом. Если вы следуете за Иисусом, то вы спасены навечно. Если вы завтра перестанете за Ним следовать, то 28 стих больше к вам не относится. Я не могу понять это и другим путём. Я верю в вечное спасение, в Eternal security. Всем своим сердцем верю, что все те, которые следуют за Иисусом, они абсолютно навечно спасены. Если кто-то будет утверждать другое, это ересь. И я верю и в противоположное. Если вы не следуете за Иисусом, вы не имеете спасения. Это подобно тому, как я уже упоминал, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это не так. Но если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то тогда и только тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Итак, как люди обманывают других? Они приводят только половину стиха. Человек берет половину стиха и строит целую доктрину на этих словах. Это может быть доктрина Eternal Security, это может быть доктрина об очищении кровью Христа, и может быть очень многие другие доктрины. Знаете, мы поем песню иногда, что мы находимся как бы под кровью Христа. Но я не нахожусь под кровью Христа, я так не думаю. Я не египтянин, и не в Египте, я не имею этой крови на моих дверях. Знаете, что в Новом Завете мы нигде не встречаем, что кровь покрывает нас. Нигде мы этого не находим. Это истина Ветхого Завета. Это грехи людей Ветхого Завета были покрыты. Грехи людей Нового Завета не покрыты. Это подобно тому, как вот лежит что-то на столе, и мы накроем это простынёй или каким-то покрывалом. Оно покрыто. Но когда мы поднимем это покрывало, всё это лежит на месте. Оно только покрыто. Но в Новом Завете кровь Иисуса Христа омывает, очищает наши грехи. И когда мы поднимаем это покрывало, там ничего нет. Оно очищено. Оно очищено навсегда. Я благодарю Бога, что мои грехи не покрыты, но они очищены, удалены. Это чудесно, что кровь Иисуса Христа не покрывает наши грехи, но она очищает нас. Я только хочу этими примерами показать вам, насколько глубоко в нашем разуме засели эти традиции, хотя мы не можем подтвердить их словами Священного Писания, но мы уже принимаем их за истину. Вот почему я всегда говорю людям, будьте подобны верейским, изучайте Слово Божие сами. И любому проповеднику скажите, да, брат, ты очень хорошо говорил, ты очень красноречивый, всё, но разреши нам проверить всё это по Писанию. И Павел говорит Тимофею, исследуй Слово Божие, вникай в себя и в учение. Я хочу, чтобы все мы имели эту привычку. Нам нужно не только новое вино жизни Иисуса, но нам нужно, чтобы это новое вино было в новых мехах. Эти новые мехи, которые Иисус нам дал, жизнь свободную от традиций, от закона. Вот почему мы проповедуем, что мы избавлены от Вавилона. И сегодня мы ещё будем рассматривать дальше жизнь Иисуса. И мы читаем об этом во втором послании к Коринфянам в 13 главе. Давайте начнём с третьего стиха. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне?» Знаете, эти коринфяне были очень неблагодарными. Апостол Павел совершил очень большую работу среди них, основал церковь, и они подвергали сомнению, является ли он апостолом. Мы бы думали, что они были бы последними, кто задавал этот вопрос. Он провёл среди них полтора года, он основал церковь, когда там ещё ничего не было. И что же он говорит им в доказательство того, что он всё-таки апостол? Он говорит им о своих немощах. Он не говорит о том, что он сотворил в силе Божьей. Он не говорит, знаете ли, что я воскрешал людей из мёртвых? Знаете, это мы, подобно этому часто бывает, стараемся впечатлять людей, что Бог сделал через нас. Мы говорим людям, о, вы хотите знать, что Бог ли во мне действует? Посмотрите, что я там сделал, посмотрите, что я вот там сделал. Я могу привести людей, которые исцелились по моей молитве. Или из которых я бесов изгонял и так далее. Таким образом, люди доказывают свою правоту. Но Павел говорил не это. Это только люди Вавилона стараются хвалиться своими достижениями. Мы не должны иметь ничего подобного. Где-нибудь мы видим, чтобы Иисус кому-нибудь говорил, о, знаешь ли, я вот там воскресил, вот там я слепого исцелил, вот там я бесов изгонял. Иисус никогда этого не делал. Он говорил Слово Божие. И мы видим, что апостол Павел также здесь не упоминает о своих заслугах и достижениях в доказательстве того, что Христос говорит через него. Он даже и не думал об этом никогда. И он говорит, вы хотите иметь доказательства? Я слабый человек. И в предыдущей главе он говорит, что Бог сделал меня слабым. И он говорит, что я имею болезнь, от которой я не имею исцеления. Вы хотите знать, Христос ли говорит во мне? Я имею болезнь, и я не исцелен от нее. Вы хотите знать, что действительно Бог имеет дело со мной? Я три раза молился, и Бог не ответил на мою молитву. Павел, что ты говоришь в доказательстве того, что ты апостол? Разве это доказательство? Но путь Нового Завета — это путь сокрушения, путь смирения и ничтожества, слабости, немощи, когда немощный, беспомощный человек полностью зависит от Бога. Это подобно как ветка на дереве. Эта ветка, она абсолютно бесполезная, беспомощная, ни к чему не пригодная, если она не на дереве. Если даже эта ветка была 50 лет на этом дереве, и она приносила очень много плода, но что она собой представляет сегодня? Какая разница между той веткой, которая 50 лет была на дереве и которая выросла только недавно? Разве есть какая-нибудь разница между ними? Разве есть разница между тем, кто сегодня только стал следовать за Христом, или между мной, который уже, может быть, 40 лет следует за Христом? Никакой разницы. Разница именно в том, в нашей способности сделать что-нибудь для Бога. И мы абсолютно одинаковые в этом смысле. Та ветка, которая имеет опыт, может быть, 45 лет, приносит плод, и та ветка, которая только недавно выросла, точно так же может приносить плод. И всё это силой Божией. Обе эти ветки одинаково беспомощны. Они зависят от дерева. Они должны питаться соком дерева, чтобы переносить плод. И когда люди думают, что их опыт делает их какими-то особыми, они начинают гордиться этим, и Бог прекращает ими пользоваться. Я видел бесчисленное множество таких людей. И я должен сказать вам сегодня, чудесные молодые люди, я хочу радоваться с ангелами в небе над каждым грешником, который раскаивается. Библия говорит, что радость в небесах об одном грешнике кающемся. И если вы не радуетесь, то что-то с вами не то. Но я должен вам сказать кое-что ещё, что есть печаль в небе, когда эти чудесные верующие через 10 лет они теряют свой огонь, теряют первую любовь, они смешиваются с этим миром, и они начинают строить новые человеческие традиции, и снова строят ветхие мехи. Вот когда есть печаль в небе, когда эти люди, которые должны были гореть огнём Божьим, и они вступают в брак не с тем человеком, не по воле Божьей, или начинают искать богатство, искать славы. И я хочу сегодня сказать вам, дорогие молодые люди, пусть Господь сокрушит вас, позвольте Ему это сделать с вами, и тогда никогда не будет печали на небе над вами. Всю вашу жизнь Бог хочет держать вас в сокрушении. И здесь мы слышим слова Павла. Вы хотите видеть доказательства, Христос ли говорит во мне? Четвёртый стих мы читаем. «Ибо хотя он и распят в немощи», он был распят в немощи, говоря об Иисусе. Если мы можем понять этот стих, мы поймём силу Божию. И дальше здесь написано «Распят в немощи, но жив силою Божией». Я не знаю, замечали вы или нет, что нигде в Библии не написано, что Иисус сам себя воскресил из мёртвых. Но всегда мы читаем, что Бог воскресил его из мёртвых. Иисус отдал себя на смерть. Если, например, я скажу, что я себя не буду воскрешать из мёртвых, ну, здесь в этом нет ничего великого, я в любом случае не могу этого сделать. Это подобно тому, как я бы сказал, ну, я сегодня решил, что я не буду летать. Что тут такого? Я и так не умею летать, я всё равно не могу этого делать. Но когда вы имеете силу это делать и не делаете, решаете не делать этого, это уже, это уже что-то великое. И я говорю именно об этой слабости. И мы видим эту слабость с самого начала жизни Иисуса Христа и до самого конца его жизни. Он имел силу обратить камни в хлебы, но он не сделал этого. Если я сейчас решу, что я не буду обращать вот эти камни в хлебы, здесь ничего особенного, потому что я всё равно не могу этого сделать. Но когда Иисус был голоден сорок дней в посте, и он имел силу обратить камни в хлебы, но имел достаточно силы сказать, я этого не сделаю. Я никогда не буду использовать эту силу, которую Бог мне дал для удовлетворения своих потребностей, даже для удовлетворения моего голода. Посмотрите, как сегодня люди используют то служение, ту силу, которую Бог им дал, чтобы наполнить свои банковские счета, чтобы зарабатывать деньги, получать славу. Они используют дары, которые Бог им дал, чтобы показывать себя людям, чтобы рекламировать свои организации, свои церкви. Посмотрите, насколько они отличаются от Иисуса Христа. Реальный Иисус никогда себя не рекламировал, и он никогда не пользовался божественной силой для себя. И в конце его жизни что мы видим? Он имел силу призвать легионы ангелов с небес, которые бы могли сражаться за него с людьми на земле. Мы читаем, когда в одни пророка Исаии, когда враги осаждали Израиля, пришли воевать с ним, и Бог послал одного ангела. И помните, сколько людей этот один ангел истребил? 185 тысяч. Можете ли вы себе представить, что могут сделать легионы ангелов? Поработайте над математикой в этом примере. Но Христос этого не сделал. Он их не призвал на помощь. Это слабость. Он оставался в слабости. Он мог призвать огонь Божий намного быстрее, чем Илья это сделал на тех, которые плевали на него. Но он этого не сделал. Если мы этого не делаем, в этом нет ничего особенного. но он имел силу и не делал, это великое дело. Ученики этого не понимали. Мы читаем у Луки в 9 главе, когда они были в Самарии, и люди там в одном городе не приняли Иисуса, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Это подобно тому, как сегодня. Если ты принадлежишь к той деноминации, ты у нас проповедовать не будешь. Или если ты из той церкви, то у нас ты проповедовать не будешь. Это то же самое сегодня. Но ученики этого не понимали. Они знали Библию, и они вспомнили, как Илья призвал огонь Божий на людей в Самарии. И они говорят, давай мы сейчас призовем огонь Божий и истребим этих людей. Иисус сказал, не знаете какого вы духа. В этом Иисус проявлял себя. Он был расплод в немощи. Это значит, что он имел силу освободиться, сойти со креста, если надо. Но он не использовал эту силу. Он отказался пользоваться вот этой божественной силой. И апостол Павел говорит здесь в этом же стихе в 13 главе 2 Коринфянам 4 стих. И мы так же, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Божией в нас. Вот в этом секрет христианской жизни. Быть немощным таким, каким был Христос. Чтобы Бог сам прославил нас. Чтобы Бог нас сам поднял. Мы смиряем себя, Бог нас поднимает. Бог сам засвидетельствовал об Иисусе. Мы читаем это в проповеди Петра в день Пятидесятницы, что Бог засвидетельствовал о нем. И Бог также засвидетельствовал об апостоле Павле. И я хочу сказать сегодня всем вам, дорогие братья и сестры, что Бог должен засвидетельствовать и о вас, о вашей жизни, о вашем труде. Недостаточно того, что окружающие люди думают, что вы какой-то великий. Это ничего не значит. Все мнения людей со всего мира, они ничего не значат. И добрые мнения, и плохие мнения, они не значат ровным счетом ничего. Есть только один, чье мнение имеет значение. Я надеюсь, что вы знаете это. Я часто повторяю это в своей церкви, что если 10 тысяч человек будут называть вас пророком, вы от этого не станете пророком. И если 10 тысяч людей будут называть вас дьяволом, вы от этого не станете дьяволом. Но то, что Бог думает о вас, это имеет значение. И только это имеет значение. И в Евреям 4 глава 13 стих мы читаем. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет, и только ему одному. Вот так жил Иисус. Его не заботило то, что люди называли его дьяволом, или одержимым, или пророком, или еще кем-то. Его это не беспокоило, потому что он жил перед своим отцом. И вот мы находим еще в Евангелии Иоанна 16 глава 32 стих сказаны такие слова. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждую свою сторону, и меня оставите с одного. Но я не один, потому что отец со мною. Можете себе представить, что один за другим все его оставили, и только 11 человек оставалось с ним в то время. Я видел это в моей жизни, когда люди соблазняются вашей проповедью и оставляют вас, и вы остаетесь один. Со мной это случалось много раз в моей жизни. И вот так все постепенно один за другим оставили Иисуса, осталось только 11. И вот здесь он говорит, что и вы тоже оставите меня. Остаться одному в этом мире это действительно слабость. Когда все окружающие оставили вас, когда ваши лучшие друзья отвернулись от вас, даже может быть муж или жена обратились против вас, вот это немощь. Но он здесь говорит, но я не один, потому что отец со мною. Он не говорит, надеюсь, хоть вы не оставите меня, хоть вы меня поддержите. Он за них не держался. Мы видим в другом месте Писания, когда многие люди от него, он обращается к 12 и говорит, не хотите ли вы отойти? Знаете, я чувствую, что многие из людей в наших церквах находят себя уверенными в церкви, чувствуют себя в безопасности в церкви, а не во Иисусе Христе только. В таком случае вы не можете быть сильными во Христе. Ваша сила в том, что вы имеете чудесных братьев сестер вокруг вас. Может быть немного, но вы их имеете. И вы надеетесь на этих людей, что они будут с вами в любых обстоятельствах. Это неплохо, это как будто младенчество в христианской жизни, но мы должны вырасти из этого младенческого возраста. Мы должны вырасти до такого возраста, что не важно, что все нас оставят, не важно, что мы останемся в одиночестве, мы всё равно имеем общение с Богом. Вот тогда вы силен. Тогда вы можете быть благословением и в церкви, потому что вы свободны от всех людей. Вы даже свободны от этих чудесных братьев и сестёр, которые окружают вас. Я помню, когда мы начинали строить нашу церковь, мы начали примерно 10 человек в нашем доме, или может быть даже меньше, чем 10. Это было 29 лет назад. И я вижу истины в Твоём Слове. Я не слышу, чтобы кто-нибудь проповедовал эти истины вокруг меня, но я буду проповедовать эти истины, и если все меня оставят, пусть будет так. Для меня это не имеет никакого значения. Я увидел нечто в Слове Твоём, и я буду это проповедовать. И те, которые хотят слушать, пусть приходят, те, которые не хотят, могут уходить. Я изучал Иоанна 6 главу. Эта глава начинается, что великое множество следовало за Иисусом, и Иисус проповедовал о кресте, и в конце концов из этого множества осталось только 12, и Иисус обращается к ним и говорит, один из вас дьявол. Если вы хотите знать, как уменьшить число ваших последователей, почитайте Иоанна 6 главу. Вот таким образом мы должны строить церковь. Все вокруг нас стараются сделать свои церкви больше, и Иисус старался сделать свою церковь чище. Есть огромная разница между этими церквами. Заметили ли вы эту разницу между Вавилоном и Иерусалимом в Откровении? Не знаю, замечали вы это или нет. Вавилон там назван городом великим. Не один раз, несколько раз назван великим городом Вавилоном. Ни одного раза Иерусалим не назван великим городом нигде. Он назван святым городом. Это разница. Разница между Вавилоном и Иерусалимом. Один великий, другой святой. Один великий в глазах этого мира, другой святой в глазах Божьих. Помните притчу, где Иисус говорил о горчичном семени, которое выросло и стало больше деревьев. Оно не должно было быть таким большим. Бог не повелел ему расти таким большим. Но оно стало таким большим благодаря сегодняшним возможным социологическим, которые проповедники, пасторы и религиозные лидеры применяют сегодня в церквах. И какой был результат? Все демоны, которые летают в воздухе, пришли, прилетели и нашли покой в ветвях этого дерева. Вот что случается с этими большими вавилонскими динаминациями, когда вы делаете что-то намного больше того, чем Бог предназначил ему быть. Но Иисус, Он хотел сделать церковь чище, в немощи. Через всю его жизнь Он совершал свое служение в немощи человеческой. И Он говорит, и вы одиннадцать, вы оставите Меня, но Я не один, потому что Отец со мной. И Бог хочет, чтобы каждый из нас здесь сидящих имели такое знание Иисуса Христа, и это есть жизнь вечная. Мы читаем это в Евангелии Иоанна. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Я должен сказать вам, что это самая важная, самая главная цель, которую вы должны достигать в вашей жизни. знать Бога. И Библия это только средство для познания Бога. Знаете, исследование Библии, изучение Слова Божия, это не сама цель. Это может вас только сделать фарисеем, если вы это сделаете целью вашей жизни. Но это только путь, которым человек может познать Бога. Потому что только одна книга во всем мире говорит о Боге. Только одна эта книга представляет этому миру реального Иисуса. В мире сегодня очень много ложных идей о том, каков есть Иисус. Но когда вы обращаетесь к Библии, вы видите там реального Иисуса, и вот это и есть жизнь вечная. И это и есть вечное спасение, когда мы знаем Иисуса. Он даёт нам такой пример рыб в своей жизни, когда уже в конце, в самые тяжёлые, может быть, минуты его жизни, он поворачивается к 11 и говорит, и вы меня тоже оставите, но я не один. Можете ли вы сказать так сегодня? Предположим, сегодня все в этой церкви тебя оставят, ты один остался. Будете ли вы себя жалеть в такой ситуации? Или вы скажете, ну и что, слава Богу, я не один. Предположим, жена ваша будет против вас. И она может сказать, что вы идёте неправильным путём, и она вас не будет поддерживать в вашем пути. И что я должен делать в такой ситуации? Я не должен вступать ни в какие компромисы, чтобы угодить кому бы то ни было на земле, включая и свою жену. Я должен следовать за Иисусом. Вот почему Иисус сказал, вы не можете быть моим учеником, если не оставите мужа, жену, детей, отца, мать, если не вознестовидите самой жизни своей, вы не можете быть моим учеником. Это потому, что Он хочет, чтобы каждый из нас имел вот эти личные отношения с Ним. И тогда не имеет значения, кто против нас. Вот это немощь. И Бог хочет, чтобы мы были такими немощными. Он хочет сделать нас такими. Знаете, иногда я чувствую, что не имеет никакого значения, если весь мир против меня пойдёт. 6 миллиардов людей в этом мире, и все они будут против меня. Это ничего не значит. И я помню, я слышал одну историю об одном человеке. Это было в дни императора Константина, и был один проповедник, который проповедовал триединства Божьи. И ему сказали, что ты знаешь, что весь мир против тебя. Говорит, ну и что? Это значит только, что я против всего мира. Какое это имеет значение? Это меня не изменит, если весь мир против меня будет. Пусть и будет против меня весь мир. Бог истинен, а всякий человек лжив. Я должен сказать вам, дорогие братья и сестры, каждый из вас должен иметь вот эту личную жизнь с Богом и не надеяться на никого даже в хорошей церкви. Я знаете, открыл нечто для себя в нашей домашней церкви. У нас очень чудесная церковь. И потому, что эта церковь очень хорошая, многие люди совершенно не растут духовно. Разве это не противоречие? Нет, это не противоречие. Но вот я замечал, что люди в деревнях, там, где они не имеют церкви, они имеют только Христа и только на Него могут надеяться. И я встречаюсь с ними время от времени, с этими людьми из деревень, и я вижу, что они духовно растут гораздо быстрее, чем те, которые сидят здесь в церкви и слушают мои проповеди. Почему так случается? Потому что этот человек надеется на церковь, а тому надеется не на кого, только на Господа. И это может случиться и с вами. Знаете, я могу пояснить это еще таким примером. Вы, может быть, это не знакомо вам здесь, в Америке, но вот в нашей стране у нас люди часто ездят на автобусах, и эти автобусы бывают до такой степени набиты людьми, что вам не нужно двигаться, вам просто можно стоять, и вас будет нести от одной двери от другой. Те, которые жили в России, тоже знакомы с такой ситуацией. Нам не нужно делать никаких усилий, или это подобно тому, как мы поднимаемся на эскалаторе, нам не нужно самим ничего делать, нам нужно просто стоять, и нас несет. Вот подобно тому многие люди живут и в церквах. Он просто двигается вместе с окружающими, не применяя при этом никаких усилий. Но вдруг, если эти все окружающие люди оставят тебя, ты обнаружишь, что у тебя нет силы двигаться, и нет силы даже стоять, потому что ты не знаешь Господа лично. И это одна из опасностей хорошей церкви. Вы находитесь в такой церкви, как пассажир в автобусе, у вас нет личного общения со Христом. Это очень-очень опасно. Но что нам надо делать? Оставить эту церковь? Нет, конечно. Но и в этой церкви вы каждый можете искать личного общения со Христом. Скажите ему, что, Господи, я хочу надеяться на Тебя, я хочу, чтобы у меня была жизнь личная с Тобой. Я не хочу, чтобы просто меня влекло течением. один из путей узнать, как узнать, имеете ли вы личную жизнь или нет. Если вы замечаете, что Бог говорит к вам только на собрании, это знак опасности. Разве Бог не говорит с вами, когда вы находитесь в одиночестве? Если Бог не говорит с вами, когда вы читаете Библию, когда вы на работе, когда вы идете куда-то, у вас очень серьезное нарушение в духовной жизни, брат. Вам что Он говорит нам, когда мы в общении с другими, на собраниях, но вы обязательно должны слышать голос Божий и в другой обстановке, когда вы в одиночестве. Ищите этого, стремитесь к этому. Таким образом люди становятся зависимыми пасторов от проповедников, и вы настолько привыкаете к этому, что вам даже Бог уже не нужен. Это ужасно, если это становится так в вашей жизни. Я иногда наблюдаю, что это случается со мной, что люди стараются надеяться на меня. Я стараюсь как бы оттолкнуть таких людей от себя. Я им говорю, вы должны надеяться на Христа, не на меня. Я помню, один человек, он всегда посещал меня и советовался только со мной. Он никогда не советовался с другими служителями в церкви. И однажды он пришел ко мне, я ему сказал, брат, я не хочу, чтобы ты больше ко мне приходил. До братьев-служителей нашей церкви и не побудешь с ними. Это может быть звучит грубо, но мне необходимо было сделать это, чтобы этот человек не надеялся на меня. Мы не хотим, чтобы кто-то надеялся на человека. Мы хотим, чтобы каждый имел живую связь со Христом, ценил бы окружающих братьев и сестер вокруг себя, всех их. Наше призвание в том, чтобы указывать людям, быть как бы указательным знаком для людей, что Иисус находится в таком-то направлении. Идите к Нему. Если люди останавливаются только у этого знака и стоят там, это неправильно. И это очень часто случается сегодня со многими христианскими лидерами. Люди собираются вокруг них, как вокруг этого указательного столба, и больше не идут никуда. Они не ищут Иисуса. А эти люди, они выдают себя за Иисуса. Вы скажете, что вы никогда не встречали человека, который бы сказал «Я Христос». Да, мы не встречаем таковых, но мы находим людей, которые любят привязывать к себе людей, ставить их в зависимость от себя. То есть они не называют себя словами, но делают и показывают это делами своими. Никогда в моей жизни я не позволяю людям надеяться на меня, потому что это признак антихриста. Антихрист сядет храмами и выдает себя за Бога, чтобы люди ему поклонялись и от него зависели. Часто люди приходят ко мне и просят «Брат Зак, пожалуйста, повались и найди спаси у Господа волю Божию для меня». Я всегда отвечаю таким людям, но я этого делать не буду, ты должен это сделать сам. Я только могу дать тебе совет, но Бог должен дать тебе лично Духа Святого и Бог должен дать тебе лично ответ о твоей жизни. Я могу часы провести с тобою, беседуя и советуя тебе, как поступать в жизни, но я никогда не сделаю решение за тебя. Ты должен сделать решение сам. И если вы спросите, что я должен сделать, я всегда скажу, я не знаю. Я помню, когда я был еще офицером на корабле в молодости и нас учили принимать решения самостоятельно, особенно в условиях войны, в условиях битвы, мы должны уметь принимать самостоятельно решение. И вот один командир учил своих офицеров таким образом. И вот этого офицера спрашивает младший его подчиненный, говорит, я двигаюсь в таком-то направлении, вижу противника, и теперь должен ли я повернуть направо или налево? Этот старший офицер отвечает, да. Младший снова спрашивает, да направо или да налево? Старший отвечает, да. этот старший офицер хочет, чтобы младший принял решение самостоятельно, был независим от него, потому что он не всегда сможет дать ему команду или совет. Если вы чувствуете себя слабым, то тем больше причин у вас надеется на Бога, потому что именно в немощи проявляется сила Божия. Вот почему Бог допускает многие обстоятельства в нашей жизни, которые делают нас слабыми. И вот как это было с Иисусом. Мы читаем об Иисусе, что братья его не верили в него. Давайте представим себе эту картину. Вот эти его братья и сестры в его родном доме, которые видят, как он рос, он их старший брат, никогда не раздражен, никогда не во гневе, всегда послушен, всегда готов услужить, всегда готов сделать любую работу, которую отец, мать поручают сделать. И при этом никогда не быть в плохом настроении. И вот они наблюдали это в течение всей жизни, и они всё-таки в него не верили. Удивительно, насколько может быть слепым человек. И знаете, что случается, когда действительно бывает один такой особо спокойный, особо послушный ребёнок в доме? Все остальные бывают против него, потому что их раздражает его спокойствие, его послушание, его невозмутимость. Видели ли вы таких людей вокруг себя, которые стараются вывести вас из себя, их раздражает то, что вы всегда спокойны, они стараются видеть вас во гневе, в разнижении, это доставляет им удовольствие. Вполне возможно, что в семье Иисуса была такая же ситуация, но он никогда не был во гневе, он никогда не сердился. И вот его небесный Отец допустил, чтобы он жил в такой обстановке, в такой ситуации, когда его родные в него не верили. Представьте, насколько он был сокрушён в этой ситуации. И все его жизненные обстоятельства, в которых он рос, они способствовали тому, чтобы он был сокрушён. Таким образом Бог приготовлял его к служению. И мы читаем в книге пророка Исаии, 53 глава, что угодно было Богу сокрушить его. И это Бог поступал так со своим сыном, своим первородным. И чем ближе вы будете к Богу, тем больше Бог будет поступать с вами так, как он поступал со своим сыном. Знаете ли вы, как определить того, кто очень близок к Богу, кроме Иисуса? Это был апостол Павел. И я хочу показать вам, через что ему пришлось пройти. Давайте откроем 2 Коринфянам 11 главу. Помните, что это Павел пишет людям, которым он хочет доказать, что он апостол Христов. И он здесь не пишет о том, что он воскрешал людей из мёртвых, исцелял, писал послания. Он не говорит о тех церквах, которые он основал. Он не говорит ни о чём, о том, о чём сегодня больше всего говорят современные служители. Он говорит, они хвалятся, и я буду хвалиться. И чем же я буду хвалиться? Мы читаем 11 главу 2 Коринфянам, 23 стих. Христовы служители в безумии, говорю, я больше. Почему я больше? Потому что я гораздо более был в трудах, измерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночи день пробыл во глубине морской. И это всё он говорит, пытаясь доказать, что он апостол. Из всего этого мы могли бы подумать, что Бог мог бы избавить своего служителя, мог бы, по крайней мере, от кораблекрушения избавить. Как вы думаете, куда Павел направлялся на корабле? Направлялся ли он в бизнес-путешествие, чтобы делать деньги? Нет! Он был в миссионерских путешествиях, он проповедовал Евангелие. Разве такое может случиться с людьми, которые едут проповедовать Евангелие? Знаете, у нас, наверное, очень неправильные представления о Боге, потому что мы не поняли путь слабости, путь немощи, путь сокрушения. И во многом наши мысли не соответствуют мыслям Иисуса. Мы больше мыслим так, как мыслит этот мир. Если бы мы говорили, то мы бы говорили, Бог всегда мне помогает, я никогда не был в крабле крушения, я никогда не был в преследовании от людей, никогда меня не били, Бог никому не позволит позвониться до меня. Я дитя царя, но здесь мы видим одного из самых великих служителей Божьих. Он три раза терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, в воде. Представьте себе, 24 часа находиться в море, в открытом море, может быть, держась за какую-то бревно или доску, и надеясь, что кто-нибудь вас спасет. Как вы думаете, молился ли Павел в тот момент? Я вполне уверен, что он молился. Он молился час, и ничего не случилось. И второй час ничего не произошло. Он молил Бога, чтобы какой-нибудь корабль спас его, ничего нету. 12 часов, ничего. И вы думаете, что Бог позволит своему служителю утонуть? Нет, у Бога для него есть служение. Но таким путем Бог сокрушал этого человека, потому что он его настолько могущественно использовал. И когда Бог могущественно использует человека, он его должен сокрушить до конца. И вот, что он с ним делает. И он говорит здесь, много раз я был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников и так далее, и так далее. И в 27 стихе говорит, я был в труде и в изнурении, в бдении, в голоде, в жажде, в посте, на стуже и в ноготе. Да, были моменты, когда Павел был в посте, он сам выбирал это, он отказывался от пищи для поста. Мы все должны это делать время от времени. Но были моменты, когда он не постился, а когда он был просто голодный, потому что не было, что есть. И я открыл нечто для себя за годы служения, что если вы любите хорошую пищу, хорошо поесть, вы не можете служить Господу. Если вы любите хорошее питание, то не пытайтесь служить Господу. Если вы любите поспать, с вас не выйдет служителя. Нормально спать, это нормально, но любить спать, это неправильно. Иметь деньги, это нормально, но любить деньги, это неправильно. Питаться нормально, это хорошо, но любить пищу, это плохо, потому что вы не можете служить Господу в таких словах. И я видел многих людей, они не могли служить Богу, потому что они очень любили пищу. Мы читаем однажды в Евангелии, что Иисус настолько был занят с людьми, что некогда было даже покушать. Было ли когда-нибудь в вашей жизни такое, что вы настолько были заняты в служении, что у вас не хватало времени на то, чтобы покушать? С Павлом это было. Или в другой момент, он на стуле был, дрожал от холода. У него не было одежды, чтобы одеться. И у него не было денег, чтобы купить одежду. И мы читаем, он пишет Тимофею в послании и говорит, принеси, пожалуйста, и хитон, который я оставил. Видимо, ему было холодно, он был в тюрьме, ему не во что было одеться, что он просит Тимофея принести ему этот хитон. И это был один из величайших апостолов на лице земли. И он не имел одеяла, которым бы укрыться мог в тюрьме. Понимаете ли вы, что это значит служить Богу? Этот служитель коренным образом отличается от современных служителей. Я хотел бы подражать такому служителю. У меня нет даже никакого искушения следовать за современными проповедниками, потому что я знаю, что это совершенно другой Иисус, которого они проповедуют, или за которым они следуют. Я это ясно вижу. Неважно, сколько людей обижаются на меня за это, но я не хочу следовать за таковыми. Я не стараюсь критиковать их, не моё дело судить их. Это подобно, как я вчера говорил, что демоны бросают людей на взничь. И после этого мне задали вопрос, что вы думаете, что все те, которые касаются людей, и они падают на взничь, что они одержимы демонами? Я говорю, ну-ну-ну-ну, я этого не сказал. Не поймите меня неправильно. Всё, что я сказал, это я видел, что демоны это делают. И меня настолько часто неправильно цитировали, неправильно понимали, что я обратился к Господу и говорю, Господи, что я должен делать с такими людьми, которые употребляют мои слова совершенно не в том смысле, в котором я говорил их. И Господь говорит, «Не беспокойся, мои слова уже переворачивают две тысячи лет, и я ничего не делаю». И я тогда успокоился. Всё, что я говорю, что Иисус так никогда не делал. Я не собираюсь судить, кого бы то ни было, это не моё дело. И я повторяю, что я видел, вижу в Библии, что Иисус никогда никого не валил на землю. Но я вижу в Библии, что демоны валили людей на землю. Это всё, что я говорю. Я больше ничего к этому не добавляю. Я нахожу в одном месте Священного Писания то, что Иисус сказал, и применяю это к себе очень серьёзно. Это Иоанна 8 глава, стих 15. «Вы судите по плоти, я не сужу никого». Хотите ли вы видеть реального Иисуса? Реальный Иисус никого не судил. Вы скажете, «Да, но Он обличал фарисеев». Да, конечно, Он обличал их. Но это был не суд. Это можно пояснить таким примером. Знаете, у меня есть дети, и было время, когда они ходили в школу, и одно время в нашем городе появились случаи похищения детей после школы. И что я должен сказать своим детям в такой ситуации? Я сказал своим детям, «Будьте очень осторожны и никому не верьте. Кто бы вам что ни говорил, если даже говорят, что твой отец ждёт тебя вот здесь недалеко, пойдём, я проведу тебя к нему?» Не идите и не верьте. Не ходите ни с кем. Это предупреждение. И когда я имею духовных детей в церкви, я должен дать им предупреждение тоже. То, что есть похитители душ в этом мире, что есть те, которые хотят похитить вас, увести вас от Христа. Я должен предупредить людей. Разве всякий отец не должен делать так? «Я не собираюсь судить этих похитителей, это не моё дело, но я должен предупредить своих детей». Иисус предупреждал своих учеников. «Будьте осторожны», Он говорил им, «не будьте как фарисеи, которые говорят и не делают. Не уподобляйтесь им в их делах, когда они возлагают на людей бремена неудомоносимые, а сами не делают того, что говорят». И здесь мы видим снова, что Иисус сказал, «Я не сужу никого». И в 16 стихе Он добавляет, «А если и сужу я, то суд Мой истинен. И если был когда-либо кто-либо на земле, который мог судить, то это был Иисус, потому что у Него была сила, но Он никогда её не применял. Через всю Его жизнь мы видим, что Он имел большую силу, но Он не применял её в свою пользу». В другом месте, в Иоанна 12 главе, Он говорит, Иоанна 12 глава, 47 стих, Он говорит, «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир». Мои братья и сёстры, можем ли мы следовать Иисусу и в этих словах и сказать, «Я никого не сужу». Да, Я предупреждаю моих детей, конечно, против всех этих похитителей, которых сегодня очень много в христианстве, но Я никого не буду судить. Это не моё дело». Вчера я упоминал о первых записанных словах Иисуса. Вспомните, что это были за слова? «Я должен быть в том, что принадлежит Отцу моему». Знаете, какие последние слова Иисус произнёс, и они записаны в Евангелиях? «Последние слова, которые Иисус произнёс, записаны в Евангелии Иоанна в 21 главе. Здесь записаны такие слова, 22 стих. И Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». Это последние слова, записанные в Евангелии. «Ты иди за Мною». Знаете, здесь в предыдущих стихах Господь разговаривает с Петром, говорит ему, как он будет служить, что с ним случится и как он умрёт. И Пётр, обратившись, и видит Иоанна, идущего следом, и говорит, «Господи, а он что?» И Иисус как бы говорит, «Это не твоё дело, что будет с ним и какую жизнь он будет жить и что он будет делать. Ты следуй за Мною тем путём, который я предназначил лично для тебя. И если окружающие идут за Мною или нет, это не твоё дело. Ты иди за Мною». Если твоя жизнь очень тяжёлая, а окружающих жизнь может быть очень комфортабельная, это не твоё дело. Будем молиться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»